По человеческим меркам он уже в очень солидном возрасте, но для города еще совсем юный. Минувшее воскресенье. Канаш город железнодорожников отметил 89-летие. Железнодорожную станцию Шехрана основали 122 года назад. В 1925 году, то есть 89 лет назад, она стала городом Канашом. В переводе с чувашского языка это название означает совет, жизнь согласована. Специалисты говорят, населенных пунктов с таким названием в мире много. Канаш есть в Красноярском крае, Новосибирской области, Кемлевской области, Курганской области, Челябинской области, Башкортостане, Татарстане, два Канаша. Два Канаша в Португалии есть. Вечная слава нашим предкам, которые распространили это хорошее слово по всему миру. Как бы то ни было, чувашский Канаш на земле такой один, самый родной и любимый, признаются жители. Город Канаш, я смотрю, у нас цветет и пахнет. Город стал прекрасным. За последний год увеличилось количество развлекательных мероприятий. Город весь утопается в цветах и в ярких красках. Поэтому нашему городу тоже желаю поцветания, чтобы народ, руководство у нас оставалось таким же доброжелательным и всего самого хорошего. Мы прилагаем все условия и усилия для того, чтобы действительно горожанам было комфортно и уютно. В этом году мы очень большую работу провели по ремонту и по строительству пешеходных тропинок. Занимаемся дорогами придомовыми. То есть сегодняшняя проблема и беда в городе – это, конечно же, дороги. Рассчитываем, что в следующем году, в год 90-летия города, мы сделаем всю возможность, чтобы отремонтировать максимальное количество дорог. Самые большие праздничные площадки в День города развернулись на площади Ленина и в парке. Горожане гуляли, катались на аттракционах и даже сами чеканили монетки на счастье.